Что случилось с человеком, который покушался? Он находится под следствием, сидит в изоляторе. Но когда... Когда он ходит в противочумном этом костюме по ЦКБ и говорит, что он вносит коррективы... Тумсу, ассалам алейкум. Я видел твой ролик про мясо. Скажи, ты считаешь, что если в заведении готовят свинину, можно есть там говядину и другое мясо? Это не я так считаю. Нет никакого запрета на то, чтобы есть мясо там, где готовят свинину. Допустим, будь то помещение, будь то квартал, улица, населенный пункт, город и так далее. То есть такого нет понятия. Если они не лежат вместе, свинина и говядина, допустим, если они не готовятся в одном соусе или в одной посуде, то нет в этом проблем. Если они в одном помещении готовятся, в этом проблем нет. Главное правило, чтобы они не лежали вместе, чтобы они не готовились вместе. В этом есть ограничение. А так, от того, что она готовится в одном ресторане, в одной кухне, в одном городе, в этом нет, конечно, никаких проблем. Саламу алейкум. С чего ты взял, что можно есть мясо в Польше? Алейкум асалам. Марат Маратов. Есть ролик на моем канале. Там ты найдешь все ответы на свои вопросы, с чего я взял, какие доводы и так далее. Давай тоже не будем забивать эфир этими темами. Есть то, что можно посмотреть, изучить и как бы сделать свои выводы. Лучше это сделать там, не забивать эфир. Так как это все снова повторять нет смысла. Посмотри этот ролик. Ты можешь быть согласен, может не быть согласен. Если ты не согласен, просто ты не соглашаешься. Но не пытаешься что-то доказать. Просто остаешься при своем мнении. Я при своем. Тумсо, знаешь ли ты о трех дагестанцах, которые пропали в Чечне? Что можешь сказать по этому поводу? Ну, я чего-то эксклюзивного по этой теме не знаю. Я знаю, что действительно три человека пропали. Они то ли позволяли себе высказываться как-то негативно в отношении Кадырова, то ли они там на фоне мечети что-то курили. В общем, не совсем в курсе я этой темы, но за что-то их вроде как похитили. И после этого они пропали без вести. Все, что мне об этом известно. Чего-то сообщить определенного по этой теме я не могу. Как ты думаешь, кафировцы ищут коронавирус, чтобы наказать? Навряд ли они от него, наоборот, пытаются убежать всячески как-то, защититься от него. Потому что его наказать невозможно. Это такие, знаете, крошечные такие, такое крошечное войско, которое наслал Всевышний Аллах на человечество. Настолько крошечное, что меньше микроба, понимаете? И с ним ничего не поделаешь. От него только пытаются как-то защититься с помощью самоизоляции, с помощью каких-то более даже радикальных мер, как в Чечне. Но не получается. Что случилось с человеком, который покушался? Он находится под следствием, сидит в изоляторе. В одном из, ну даже не в одном из, а в самом строгом изоляторе Швеции. Сейчас идет следствие. Человек должен предстать перед судом, когда закончится следствие. И спецслужбы Швеции, а они именно ведут это дело, когда они будут готовы уже в суде доказывать виновность этого человека, он предстанет перед судом, иншаллах. Вот мы сейчас ждем как бы этого момента. Находимся в ожидании суда. Ну и разумеется, участвуем в каких-то следственных мероприятиях, конечно. Геймер, почему ты сказал, что нельзя называть мусульманином, бывает, разойти его, это же уважаемый человек со всех сторон. Я никогда не говорил, что его нельзя называть мусульманином. Где и когда я так сказал? Я единственный, по-моему, раз по поводу него высказывался, даже сделал, вынес это отдельной вырезкой у себя на канале. Я сказал, что праведным, богобоязненным мусульманином, что ли, вот так, или порядочным мусульманином его назвать нельзя. То есть это не отдельно было высказывание, то есть такфир я ему не выносил, понимаете. Я сказал, что там кто-то задал вопрос, по-моему, примерно такого характера, можно ли там назвать, бывает, сойти его, допустим, порядочным, хорошим человеком, там, примерным мусульманином. Это я сейчас примерно говорю. И я отвечаю на этот вопрос, говорю, нет, его таким называть его нельзя. Потому что то-то, то-то, то-то. Но это не был ответ на вопрос, можно ли считать его мусульманином или нет. Совершенно не то. Полностью посмотрите мои слова, поймите, что есть такое понятие, как контекст. Есть такое понятие, как вопрос и ответ на этот вопрос. И если ты отвечаешь на конкретный вопрос, то ты отвечаешь на весь вопрос, а не часть его. Нельзя выбросить оттуда слова, оставить только слово «мусульманин» и считать, что ответили только на это, понимаете? Так не делается. Это был полный вопрос и был полный ответ на этот вопрос. Почему ты уехал из Польши и как тебе удалось это сделать? Из Польши я уехал, потому что была угроза моей депортации в Россию. Пограничная служба Польши начала процесс депортации 20 декабря 2018 года. Они пришли ко мне домой, погранслужба пришла ко мне домой и вручили мне уведомление о том, что они начали этот процесс. И это как бы очень осложняло мою ситуацию. Мягко говоря, совсем не хотелось оказаться в России. И они вручили мне повестку, я должен был явиться на допрос, якобы на интервью с погранслужбой. Но есть немало прецедентов в Польше, когда тебя таким образом приглашают в погранслужбу для интервью. Ты туда приходишь, тебя прямо там задерживают, пакуют, отвозят прямо оттуда сразу прямиком в аэропорт и отправляют в страну, как это говорится, страна происхождения у них это называется, по-моему. И в общем, в моем случае это была бы Россия. И это очень нехорошая была перспектива в моей ситуации. А мою ситуацию еще усугубляло то, что меня Польша внесла в список нежелательных лиц персонного грата в своей стране. И это как бы развязывает руки для МВД Польши, для спецслужб Польши. Они могут, минуя какие-то правила, они могут такого человека немедленно депортировать в выдворе из страны. И есть прецеденты в Польше. Был один гражданин Ирака, по которому было вынесено такое же решение, и его просто немедленно задержали и немедленно депортировали в Ирак. Также есть ситуация с Азаматом Байдуевым, известная нам. Азамата, его правда не сразу депортировали, его задержали, продержали в тюрьме для иностранцев определенное время. По всей видимости, они готовили какие-то документы, пока он там сидел. Затем просто отвезли его в аэропорт и депортировали в Россию, после чего он был задержан в Чечне, и сейчас даже о его судьбе мне ничего не известно. То есть, ну в общем-то, перспектива была в моем случае не очень радужная. Я оценив все плюсы, минусы, все возможные риски, я принял решение не идти на это интервью и покинуть пределы Польши. Как я это сделал, я не могу говорить об этом, потому что это подставит под угрозу еще некоторых людей. Это все-таки не совсем как бы законно, это нарушение миграционного законодательства. По идее, я не имел права покидать пределы Польши, поэтому я не могу об этом говорить. Я думаю, достаточно будет, если я скажу, что я сел в машину в Польше и потом вышел из нее уже в Швецию. Гор. Что реально министр здравоохранения ходил по московской больнице и втирал дичь про то, что он там кого-то лечит. Слушайте, эта история вообще, конечно, очень прикольная. Я смотрел, как ее прокомментировал Навальный, и это было реально весело. Просто представить себе министра здравоохранения Чеченской Республики, ходящего по чеченским больницам и говорящего, что он вносит какие-то коррективы в лечение, ну это еще как-то ладно, куда бы ни шло. Он министр здравоохранения Республики и как бы главный врач, по сути, в Республике получается. Хотя на самом деле должность министра здравоохранения не предполагает, что он должен быть обязательно медицинским работником. Он, главное, должен быть эффективным менеджером. Это все-таки должность такого менеджера. Но в данном случае это как бы вписывается в наше понимание. Он самый главный врач в Республике. Но когда он ходит в противочумном этом костюме по ЦКБ и говорит, что он вносит коррективы в лечение, я просто представляю себе этих врачей, которые тоже наверняка видели его ходящего по своим коридорам с камерой в этом противочумном костюме и наверняка думали, что этот человек делает. И потом, когда они увидели все, что он говорит, они, наверное, очень серьезно, ну очень смеялись над этим, очень сильно смеялись. Пока Навальный это не прокомментировал, я как бы с этой стороны на это не смотрел. И, честно говоря, еще не слушал, что он там говорит. Но когда Навальный это показал, ну это действительно смешно. Я представляю, как они хохотались. Субтитры создавал DimaTorzok